здравствуйте зрители моего канала небольшой обзор даже не то что обзора просто смотрины часов casio джишек модель джей лес 56 00 к л значит ну если вы смотрите видео значит что такое casio джишек вы надеюсь понимаете это одна из вариаций легендарной модели 56 00 почему легендарный ну может быть потому что во первых это одна из первых моделей появившихся если чуть ли не самое первое кстати этот вопрос он не задавался но интересно которая фактически в особо принципиально неизменном виде выпускается уже больше 30 лет значит и чем еще интересна эта модель тем что вот я ее лично называющую как модель космонавтов нас а потому что именно модель 56 00 была официально ну или сертифицирована или как и назвать это слово для космонавта нас а правда это было уже тоже как бы давненько возможно это уже давно это уже не работает и не перешли на какие-то другие модели или вообще кто в каких но если вы все любом случае посуду наберете там в поисковике в гугле яндексе там часы космонавтов нас а или там нас а джишек то вы на множестве картинок увидите космонавтов там на орбите в невесомости в модели 56 00 на руке встречаются и другие модели встречаются и вообще не касио но частенько вот встречается именно модель 56 00 ну разумеется не в таком ярком цвете а просто черная с обычным дисплеем черными цифрами по белому фону вот это же вариация то есть дело в том что поскольку модель самая популярная долго выпускаемая то за все эти годы кассе очень много делаю различных вариаций то есть с различными изменениями например с дисплеем который содержал там графики луны и восхода заката приливов отливов модель которая на солнечной энергии эта модель на батарейке и вообще 56 00 на батарейке но есть вариация 56 00 которая использует солнечную энергию модель модель со встроенным блютузом это из последних версий для соединения со смартфоном для того что там прочитывать какие-то уведомления будильники и тому подобное ограниченный функционал но тем не менее то есть соединение с блютуз по блютузу и вообще просто всевозможные цветовые яркие оформления это какие хочешь расцветки как фона дисплея то есть и вот этой внутренней рамочки такие самого корпуса ну и частности вот эта модель вы тоже видите в довольно таком редком для часов цвете фиолетовый причем такой фиолетовый перламутровый и на дисплею такое зелененькая как оля на новый год такой вот блестящие зелено-синие такие вот штучки значит эта модель выпуска 2010 года значит соответственно на на сегодняшний год ей 6 год уже идет значит и в том году получается ну это даже выпустили небольшой серии по продавали год-два потом закрыли эту серию и другие пришли на смену значит состояние шикарное этой модели значит мало носилась в двух словах получается в этой серии еще было две других расцветки черные с оранжевым таким вот дисплей чекам где зеленая периметр внутренней то там оранжевый то есть черный корпус оранжетка не очень интересно и вторые белые и там каким-то голубеньким то есть более женская скажем расцветка но получается хотя и это тоже я бы не назвал уже прям мужской значит может быть фиолетовый можно было но не сильно перламутровый прямо он так блестит зеркалит вот этот цвет и вот это зелененькая тоже такие как там вот я говорю на новогодние вот она тоже не очень придает хотя модель это мужская 56 но мужская для в разве что для крупных женщин или для женщин которые любят носить большие мужские часы то они может подойдут хоть но формально этому мужская модель значит получается вот такие вот джишки фиолетовые значит можно ближе посмотреть их значит давайте посмотрим их ближе интересно еще то что так интересно то что еще дисплей тоже он инверсионный во первых увидите темный фон или светлые цифры но это как бы нередко это довольно уже часто сейчас встречается вот интересно то что он все таки фиолетовый вот цвет дисплея цветопередача не наврала цвет дисплея тоже фиолетовый видите темный цвет он фиолетовый вот значит нового функционал как бы давайте во первых так по бокам посмотрим сзади вот кто хочет крышечку посмотреть шок ресист 200 метров вода не проникса водоустойчивости значит таиланд таиланд значит хотя на вот этой штучке japan на на застежке вот сейчас фокус кассио japan то есть то есть получается или ремешок или сама застежка все-таки в японии хотя есть эти же модели вот 5600 например в черном свете на застежке тоже там таиланд а то порой и чайна написано но то тоже самое завода же у кассио много но именно в эта версия попала застежка на japan вот такой торец фокус ремешок целый хотя вот вообще эти модели чем не джи шоке особо не нравится страдает тем что заломы появляются от частой носки если от купания в море и потом не вытирание вот тут провод получается замены заломы тресканье в конце концов вплоть до того что ремешок может со временем просто так вот порваться на две части у меня кстати такое было много летом двухтысячных годах по моему так шел правда не джи шоке были другая модель кассио но на подобном ремешке и ушел шел и не раз упали на аспальт ремешок вот это со временем лопнул ну и тут конечно в этом проблема что если допустим этот ремешок лопнет то есть им для черных белых моделей там красных этот ремешок можно принципе заказать там через сервисник или на ebay самому купить или на или на китае то на фиолетовые уже вряд ли уже не не будет выпускать много лет эти ремешки вот ну теперь что если пробежаться по функционалу то есть что эта модель имеет правая кнопка это подсветка сейчас очень ярко попробовать горит ну соответственно на таким вот так сейчас сделаем темно не могу понять как сделать темно вот как то так в общем принципе видно зажигается в реальном цвете она какой-то битем на бирюзовой голубые голубые циферки по темно-бирюзовому получается так ладненько давайте по функционалу значит это правая кнопка эта подсветка нижняя кнопка в принципе сейчас не пойму что она делает забыл уже по-моему фана формат 2412 меняет то есть либо там два часа после полудня либо 14 после полудня но поскольку сейчас я снимаю до полудня то но это не показывает это должен быть индикатор зажигаться ладненько значит ну верхний это у нас день недели написано сатурдой суббота 9 9 месяц 17 число немножко увожу чтобы самому смотреть потому что я смотрю сейчас в зеркало в обратке и не не совсем удобно значит ну верхняя кнопка это всегда настройки значит если ее прижать надо ее прижать и держать и появляется значит это у нас режим продолжительности подсветки если мы нажмем то там видите колесико маленькое колесико это солнышко маленькое солнышко большое это будет гореть подсветка 3 или 2 секунды соответственно значит дальше если мы двигаемся сейчас еще от параллельно секунды можно выставить если нажать эту кнопку то мы обнулим секунды вот если дальше нажать двигаемся вот эта кнопка у нас будет что-то там нового написано а он вернее написано daily интересно она в зеркале n а я прочитал ноу значит так в общем это летнее время то есть прибавка одного часа включена или выключена на летний период дальше у нас это у нас соответственно часовой пояс там выбирается плюс три часа это у нас соответственно часы минуты это у нас что там не вижу год месяц день недели секунды опять мы попали на этот режим в принципе принципе вот такое вот выключаем то есть это основной экран следующий экран это у нас секундомер первый два секундомера для меня кстати редкая ситуация когда в часах используется два секундомера значит мы один есть ну например с кругами именно просто два разных секундомера в это время увидите что часы прыгают маленькое окошечко это удобно то что есть часы цифровые где это было одно и переходя в режим секундомера таймера чего-то еще каких-то настроек вы не видите который час здесь же удобно вы все равно не стерна секундомер знаете который сейчас час и вот здесь такая функция она вот видите вот в этом углу минус 5 секунд написано стоп где кнопка вот я могу ее убрать и тогда будет просто стоп watch один написано секундомер один могу нажать это будет 5 секунд чем она отличается при выборе от этой 5 секунд секундомер стартует не сразу через пять секунд вот нажимаем смотрите будет звукой сигнал и погнал это знаете как на спортивно старт внимание марш то есть сбросили если же без этой функции то нажимаем секундомер сразу пошел гнать нажали сбросили выставляем минус 5 секунд погнали вот это мне нравится функция хотя я не не учитель физкультуры и мне на как бы не надо но интересная функция дальше жмем это у нас секундомер 2 этот секундомер 2 он более нафаршированный у него нету фальстарта но у него есть там в общем настроечки у него есть если их нога нету настроек значит это в том ну в принципе вот так второй секундомер идем дальше таймер обратного отсчета таймер с различной функцией например вот она вот эта стрелочка можно посмотреть на стройке что тут можно делать выставляется непосредственно у меня сейчас одна минута стоит вот стрелочка которую можно менять значение то есть она или по кругу видеть как бы закольцовано или стрелочка это означает что секундомер если стрелочка просто один раз отсчитал вот восстановились то есть то по кругу но что-то там по-другому делает а стоп секундомер там и про таймер говорим что даже сушит а немножко обучаясь не форме сегодня значит смотрите на таймер обратного отчета в чем он состоит если стрелочка то это например засекли там указанный период ремень 3 минута то с по завершению с раздается звуковой сигнал и часы останавливаться при замкнутом они раздают звуковой сигнал но опять продолжать дальше считать следующую минуту или там любой отрезок который вы хотите там 15-минутный прошло 15 минут пика и дальше продолжать следующие 15 точек эти так бесконечно значит дальше следующая функция это звук то есть она предупреждать при приближении к времени то есть не пикают не только когда она про и стекло нужная период например минута а вот приближение к минуте там за 5 секунд например или она начинает пикать еще предупреждительно за полминуты начинает пикать то есть как бы периодически держит вас так сказать в курсе ситуации что там происходит то есть следующее это будильники 5 будильников и вот 5 будильников сигнал пиканье ежечасно и один из будильников это то есть тут 4 обычных и один это который с функцией повтора то есть не помню как она называется сокращенно на снг называется значит эта функция ну вот эти будильники значит смотрим 1 будильник 2 будильник 3 будильник 4 и вот вот этот сигнал и снг снг солнце значит получается это будильник который пропитал вы восстановили он опять там через пять минут начинает пикать восстановили он опять то есть до тех пор пока вы его не выключите то есть для тех кто там включил выключает будильник и засыпая дальше продолжает спать то есть ну и что вот интересно например в будильнике тоже редко встречаемая функция него всех даже джиши как есть а у других производителей подавно я такого не видел значит но это мы выставляем время там час ночи или значит или 0 опять вернем но в общем можно минуты а вот что самое интересное правый верхний угол можно выставлять еще и дату на которое они будет вот например это у нас месяца на про девятый месяц и дальше например там ой не ту кнопку нажал еще раз минуты часы и пошли месяц и день недель допустим 20 9 сентября вот они будут пикать только именно память будильник на дату и каждый из четырех или может даже пяти будильников рассчитан на дату на 1 4 точно значит то есть можете конкретно дату там в понедельник только числа более того можно даже если получается ставить не конкретную дату вот эту вот черточку ставить которая здесь используется значит где она вот если черточку поставить вот так на про 9 все плохо жмется то теперь она будет пикать получается именно в девятом месяце то есть 9 как весь сентябрь например она будет пикать в указанное время каждый день а можно наоборот черточку поставить напротив месяца поставить дату тут например 26 число то на каждого 26 числа каждого месяца будет пикать в указанное время вот такая вот удобная функция в будильнике значит дальше ну мировое время в это тут атланта по моему и в общем как обычно меняется эти самые города по правой кнопки нет по нижней по нижней левой да да меняется города часовые пояса наше основное время нет нашего сна времени тут нету значит ну кстати это очень удобная функция когда для тех кто действительно летает ему не надо в часах стрелки переводить это нажал эту кнопку выбрал город все твоего родное время есть дальше здесь есть такое ну и на следующие возвращаемся на главный экран значит такой еще маленький секрет если прижать нижнюю кнопку и держать ее долго то включится беззвучный режим о чем будет написано мутая стрелочка то есть теперь клацая вот эту кнопку не будет звуковой эффект если вы там в кинотеатре сидите или еще где-то хотите беззвучно опять удерживаем включился значит и режим автоподсветки при нажатии кнопки подсветки если вы долго держите ее то загорается значок авто электро авто люминесцентная подсветка которая включается при повороте часов то есть когда они на руке вы их наклоняете и они зажигаются к сожалению день ладно но в принципе я думаю эту функцию неоднократно видели вот в общем вот такие вот часы так авто подсветку выключу есть значит и на руке под посмотрим как они выглядят на правую девушку было удобнее видно значит вот так вот они выглядят на руке принципе модель очень мне нравится вот именно 5600 но в расцветка конечно вот такая а для меня сомнительная вот я их по городу стесняюсь носить вот и даже не то что там в офисе их стесняюсь сидеть даже просто так вот выйти в магазин по улице прогуляться как-то вот не то вот почему-то мне кажется что это не мужская расцветка хотя модель крупная для женщин есть другие более маленькие модели но не знаю как-то вот сомнения вот я их на море брал вот на море такой цвет прокатывает там ярко солнечно море шум все это как бы все в ярких плавках купальниках там видишь фиолетовых купаешься спокойно вот шорты шлепанцы яркие полотенца вот а в городе ну разве что если там на вечеринку или может быть все таки по подросткам которые там скейт велосипед и он как-то все ярко ему как бы это простительно в таком плане я же в принципе ну буду себе искать более классическом варианте то есть черном ну и самое главное это с ремешком если начну носить ремешок рано или поздно все-таки потрескается лопнет потом я нового нигде не найду одевать сюда черный будет проблематично коллекции у меня как таковой нету чтобы там их хранить ну и в принципе в общем вот такие часы да еще если сейчас получится вот такой маленький фокус получается в часах casio в электронных есть такой прикол но сейчас присыпаешься при зажатии всех кнопок зажигается все варианты которые только могут быть то есть в данном случае я попробую пока не на камеру не не четырех кнопок а трех кнопок кнопку подсветки не надо вот получается вы видите зажглось все что только может тут гореть на этих часах то есть индикаторы при нажатии на любую кнопку она возвращается еще раз показываю так чуть чуть дальше значит такую на данным но на разных моделях она по-разному бывает на все кнопки бывает только три бывает 2 если модель там 8 цифра аналоговая на цифру не только две кнопки значит вот эта подсветка я нее не использую а вот эти три кнопки ай так неудобно а вот интересный такой можете если у вас есть поэкспериментировать все спасибо всем за просмотр ждите следующих видео всем пока